Здравствуйте, уважаемые друзья! И в последнем видео, посвященном платформе NVIDIA Studio и подготовленном при поддержке компаний HyperPC и NVIDIA я познакомлю вас с интересным проектом с необычным перспективным новым решением от компании House Group это Project Lavin Давайте посмотрим, что такое себя представляет Project Lavin это необычное решение для визуализации данных в формате V-Ray с помощью DirectX Ray Tracing и в то же время позволяющий в режиме реального времени выполнять трансформацию изображения и манипулировать его заниматься поиском образа быстренько искать ракурсы и так далее По сути, такой своеобразный конкурент к решениям наподобие Unreal Engine, Unity и так далее но заточены прямо под V-Ray и для работы с данными V-Ray Scene То есть, как раз таки, я давно искал такое решение и хотел поиграться с какими-то другими салюшенами например, прикручивать, начать V-Ray гаффер но сейчас Group как раз таки занялись разработкой нового продукта он сейчас в активной фазе бета-тестирования вы можете, кстати, присоединиться к бета-тестированию и загрузить его и посмотреть, как это будет работать и выглядеть давайте посмотрим на то, как работает Project Lavin'а с моделью, которая будет визуализироваться с помощью его инструментария сейчас он загрузит сценку базовую вот так а первоначальная загрузка, она всегда такая, значит, не спешащая потому что это особенности DirectX Ray Tracing и его реализации но это простое дерево и в чем особенность Project Lavin'а? вы создаете в Maya, в Max, в Rino, в SketchUp, в Revit в любом другом пакете, в Houdini даже который поддерживает V-Ray и вывод в формат V-Ray Cine модель создаете материал, создаете источники света создаете камеры все, что необходимо вам для визуализации и, допустим, вам необходимо быстренько показать заказчику ну, как это будет выглядеть да, допустим, пришли на совещание и хотите найти ракурс или просто продемонстрировать, как анимация выглядит и какой-то определенный лук-девелопмент будет но задача заключается в том, чтобы не визуализировать это в какой-то определенный промежуток времени даже не визуализировать так, как мы бы визуализировали с помощью V-Ray GPU то есть, еще больше уменьшить время и на визуализацию вот, плюс, Project Lavin поддерживает анимацию вы можете выиграть cache в виде секвенции файлов V-Ray Cine и дальше использовать его для демонстрации вот, давайте посмотрим на небольшой пример я сейчас вам как раз покажу есть у меня как раз проект, который мы в прошлом видео мы рассматривали при конфигурации Maya и V-Ray для рендеринга на multi-GPU конфигурациях вот я его выгрузил в формат V-Ray Cine и импортировал в Project Lavin итак, мы видим это здание, которое мы сформировали с помощью V-Ray Cine и импортировали его в Project Lavin сейчас это выглядит, мягко говоря, ну скажем, странновато, да? но это объясняется очень легко и просто потому что на данный момент у Project Lavin очень большое количество ограничений с точки зрения поддерживаемых функций это разработка то есть на данный момент мы не можем получить некоторые особенности ну, как бы, функции, которые доступны, допустим, были бы полноценно при визуализации в Maya, в Maxi и другом V-Ray редакции я сейчас покажу как раз, какие фичи поддерживаются и не поддерживаются сейчас вот Suppered Features Maya то есть каждое приложение, из которого могут быть экспортированы данные модели в формате V-Ray Cine здесь подробно описано, какие функции поддерживаются, какие не поддерживаются и вы можете спокойно, пользуясь гайдом, конфигурировать свои модели и сцены для того, чтобы визуализировать сцену с помощью V-Ray Cine и Project Lavin я специально отдельно подготовлю данную модель на NVIDIA GeForce RTX и, возможно, на Titan RTX как видите, это все работает очень быстро я отключу Blue я не очень люблю Blue вот мы можем с вами использовать другой даже элемент то есть мы можем выделять с вами объекты я вам сейчас покажу очень интересный эффект вы можете использовать такой своеобразный момент и инструментарий так как бы перемещать объекты прямо вот вы видите, да, как изменилась у нас картинка то есть здесь сразу же работает и denoising здесь сразу же работает и трассировка лучей мы ее можем конфигурировать причем можем ее конфигурировать сразу же несколько сэмплов, да, то есть вылететь, допустим, до 5 сэмплов вот сейчас, кстати, идет освещение с помощью V-Ray, V-Ray Sun and Sky вот так, вот видите, да, и мы ее уменьшим немножко мы можем также использовать другое освещение на основе, допустим, текстурной карты я могу взять текстуру, допустим, вот Flower Road которую я использую для освещения своих проектов хорошая очень текстурная карта вот източник света типа солнца я могу отключить полностью оно нам, мягко говоря, не требуется у HDR текстур есть главная особенность сейчас я вам включу так, увеличу интенсивность даже, допустим, двоечку поставлю вот так вот это все вот вот так вот как раз камеру также можно настроить допустим, давайте ISO поставим 100 вообще, при едином освещении можно палтус даже спокойно ставить и не волноваться вот я обычно беру под стандарт камер Canon вот, у них есть своеобразные нюансы такие, вот, в работе так, сейчас делаем 5 вот так вот здесь вы видите, как мы можем трансформировать геометрию то есть мы можем сразу поменять модель мы можем несколько сделать вариаций к сожалению, я так и не понял, как можно сделать допустим изображение, которое ну, изменить материал насколько я понимаю, пока на данный момент эта функция не реализована хотя мы видим все материалы да, то есть мы можем их открыть и не редактировать а просто просмотреть, какие здесь есть материалы и управлять объектами Post Production включая, можно подключить определенные люты и вы можете подгрузить свой профиль который вы хотите увидеть и, конечно, написать сам рендер ну, вот можно увеличить качество вот, допустим, джай до четырех так, до трех ну, естественно, так вот такая вот штука так и давайте повернем текстуру на градусов допустим ну, полностью его просто развернем до 180 градусов вот так вот о как и на данный момент если посмотреть на диспетчер задач мы видим, как активно используется GPU вот это вот именно идет обработка с помощью DirectX CUDA практически никак не задействуется раз уж только можно уделять CUDA DENOIDING но но не более то есть на данный момент работает ну, ядро V-Ray подготовлено и адаптировано под DXR DirectX Ray Tracing вот, камера снапшот должен быть, да давайте еще подготовим вот допустим Render High Quality Snapshot оно пишет, что сделайте там такой-такой это я такой нет давайте лучше на 20 на 1080 вот и делаем сэмплов 768 вот как раз таки сейчас так же работает именно V-Ray в режиме DXR здесь нет поддержки MultiGPU на данный момент вы можете смело использовать возможности GPU одного установленного в системе но также можно распределить ресурсы так чтобы на одном GPU допустим выполнялся 3D редактор на другом GPU выполнять вычисления допустим в Project Lavin вот то есть соответственно мы можем комбинировать изменять модифицировать какие-то настройки выполнять и так далее вы видите здесь очень быстро наступает хорошая качественная картинка формируется и очень быстро выполняется визуализация сцены вот сейчас здесь именно делается большое количество выборок то есть 768 сэмплов в сцену получается соответственно она уже подходит к свершению вот так вот вы можете создать много-много-много снапшотов вот причем это разные конфигурации это все разными конфигурациями может обладать и соответственно может модифицироваться в той или иной мере это вот именно снапшоты камеры то есть вы можете увидеть как это будет при определенных конфигурациях при определенных вариациях и так далее сейчас я вам покажу еще одну модель еще более сложную модель более комплексную которая содержит уже несколько десятков миллионов полигонов и насколько быстро она визуализируется с помощью Project Lavin сцена находится на сетевом диске поэтому скорость зависит от сети я хотел бы кстати отметить момент что используйте сетевые адаптеры если у вас нет в материнской плате установлен допустим сетевые адаптеры на 10 гигабит Ethernet то лучше прикупите допустим систему хранения и в рабочую станцию два сетевых адаптера чтобы можно было между собой их связать и с большей скоростью обрабатывать данные вот и Project Lavin да здесь вы видите уже более сложную модель это модель как раз которая содержит большое количество полигонов она обладает количеством деталей это очень большая модель сложная модель но которая может спокойно выполнять визуализацию интересно так обратите внимание на маленькие нюансы то что камера немножечко такой эффект предотвращает но это нормально потому что сейчас мы очень быстро вращаем модель и она пытается как-то оптимизировать данный нюанс вот я сейчас постараюсь быстренько отъехать вот изменить ракурс там оказывается некоторые элементы в модельке не экспортировать но это нормально это временно на данный момент еще так же не поддерживается VrayFour то есть тут много-много-много растительности разной получился такой совершенно рандомный ракурс даже удивительно вот как раз вот рандомный ракурс у нас с вами появился вот и вся вот эта модель может быть спокойно визуализированным прямо в режиме реального времени это технология будущие то есть это будущее Vray возможно Project Lavin станет частью Vray и будет как независимый viewport который будет визуализировать нам трехмерные модели и сцены и Project Lavin может быть использован для представления набросков для оценки сцены для оценки модель для поиска ракурсов для поиска вариантов освещения я думаю что в будущем мы как раз увидим Project Lavin как компонент Vray и все системы Vray в целом и возможно мы сможем видеть интерактивное взаимодействие с Reder редакторами с системой визуализации и напрямую визуализировать данные прямо используя возможности графических ускорителей API DirectX DirectX Raytracing и в то же время если будет дальше продолжено развитие данного пакета то мы увидим и версию под юнициподобной системы например на Linux или на MacOS который будет также использовать возможность трассировки луча с помощью Vulcan Raytracing и в то же время в MacOS это будет уже скорее всего на Metal сделано и мы также сможем использовать графические ускорители но это дело будущего сейчас это четвертая бета первой версии поэтому продукт активно изменяется активно развивается мы видим как может быть настроен на все достаточно быстренько может быть применен деноизер можно включить лют можно отключить его т.д. то есть все это достаточно быстро редактируется и настраивается но согласно документации которую мы видим к проекту мы можем использовать ограниченный набор функций поэтому соответственно пока речь о полноценном продакшн применении не идет но мы следим за этим и я думаю что сейчас группа получится очень хороший результат в работе и в то же время мы получим прекрасный инструмент для специалистов по визуализации и постпродакшена на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до скорой встречи вас ждем сантриде будет делать т по Продолжение следует...